Сегодня мы попали на выставку ИАА, которая переводится как Международная Автомобильная Выставка. И я не знаю, в Мюнхене она традиционно ли проводилась или впервые, но читала о том, что экологи, то есть те, кто за экологичное развитие мира, выступали против этой выставки, говорили, что ее надо запретить и поставить какие-нибудь демонстрации, чтобы никто сюда не пришел и чтобы не дать возможности ей показать, вообще вот это все устраиваться. Почему? Потому что они выступают против будущего автомобильного, против будущего с машинами. Они хотят, чтобы это было все как бы возвращение к природе, к натуру, к природе. Но им удалось это все сделать, и мы сегодня на этой огромной выставке, которая из девяти павильонов организована. Вот эти все павильоны, они каждый как аэропорт большой. То есть мы вот сейчас пока ходили, из девяти, кстати, восемь открыто. Я так устала, что уже больше у меня сил нет. И сейчас хоть я и рассказываю, но я сейчас бессильная уже абсолютно. Что там было показано на этой выставке? Были автомобили будущего и автомобили прошлого. Начиналось все с автомобилей прошлого, разных концернов автомобильных, и заканчивалось все автомобильнее будущего, которые будут уже без водителей двигаться, и которые совершенно новые модификации. Ну, видеть надо. Все фотографии потом опубликую. Интересно было. Велосипеды были те, которые сейчас уже, вот именно с моторчиком, да, до 45 километров, которые развивают скорость. И те, которые будущего будут более безопасные, более экологичные. Куда еще экологичнее для велосипеда, не знаю. Вот так. Ну, в общем, могу сказать, что на выставку пришли сюда люди в основном мужского пола. То есть, если посмотреть, так примерно одна четвертая женщина и три четверти мужчины. Все-таки мальчики любят больше машины, чем девочки. Хотя за рулем сейчас уже девочек очень много, да. Вот. И могу сказать, что выставка эта не бесплатная, конечно. Организовано все красиво, шоу, прям аватар. Вот. Но не бесплатная. Люди покупают сюда билет на весь день, с семьей приходят и целый день здесь ходят по этим павильонам. Организована масса кафешек, баров и даже один большой биргартен на улице. То есть, можно покушать и дальше идти к следующему павильону. Ну, мы вот все пробежали по-быстрому и, конечно, устали. Так целый день здесь проводить мы не собирались. Ну, хотя могли. Нам дали билеты бесплатно, так как наша дочь здесь играет. Они уличные музыканты и они с мужем тут где-то должны играть. Мы не нашли их, правда, ходили-ходили, так не нашли, где они тут играют. Вот. Что еще они сказали? А, попасть на выставку можно только тем, у кого есть 3G. То есть, те, кто имеет тест или те, кто имеет вакцину или те, кто переболели. Когда мы пришли, мы вот приложили свой билет и нам сказали, что у нас уже билет привязан к вакцинации. Я так поняла, потому что мы местные, мюнхенские, и это уже все в базе данных. То есть, нам не пришлось показывать еще отдельно вакцинацию. Вот так. Вот так проводим сегодня выходной день. Выставка длилась с 7 по 12 сентября. То есть, сегодня заключительный последний день до 5. Кто не успел, тот опоснал. Всем привет из Мюнхена!